Здарова, народ! Вы на канале Мамс Мэджик, это шоу Сетап Тар! Добрый вечер, здравствуйте! Здравствуйте! Привет! Бля, где вы все этому учились? Этому не учатся, я просто цикломет. Давайте цель на выпуск, чтобы в конце я так умела. Я после панчи хороших буду так вкидывать. Как ты делаешь еще раз? Смотри, смотри, гортань немного как будто глотаешь. И вверх иди. Мы научимся. Нормально, нормально. Она уже с Рахметом, с тенге справилась, так что много не требуйте сразу. Быть нехуёво. Нехуёво. Оказывается, в России так не говорят, прикиньте, они нехуёво не знают, что такое. Я, кстати, все еще не понимаю смысл. Это в смысле, ну, неплохо, типа, нормально? Это нехуёво. Или это прям клево? Я поняла. Это типа, вот есть же хуёво, а вот есть нехуёво. Не, у меня, кстати, сразу в эту тему есть, по идее, у меня была мысль разгона. То есть я думал вот о чем. Я максимально, по идее, на стороне женщин, вот этих вопросах, знаешь, где, ну, гендерное равенство, оплата труда, вот это все. Начинается опасно. Да, но с точки зрения силы слов, ну, женские половые органы намного же сильнее. Ну, я имею в виду, типа, смотри, ты у тебя, смотри, предположим, предположим, у тебя сломалась машина. И ты такой, что случилось? Ты такой, да там хуйня какая-то. Это что-то мелкое, незначительное, понимаешь, что-то между делом. А если, а что с машиной? Ты говоришь, ну, пизда машине. Ну, это пизда. Это накрыло машину. Это что-то основательное, понимаешь? Это Армагеддон. Армагеддон. Так же и в позитив. То есть ты нашел пятеру в зимней куртке, и ты такой, нихуё. А если это не твоя куртка, ты такой, ну, пизда-то. Ну, это... То есть пизда, она сильнее. Ну, там даже вот отпиздили и отхуячили, это тоже разное. Конечно. Да. Зато все, что с ленью связано, идеально подходит. Типа, да я положил хуй на это. Это, типа, нормально. Положил пизду, звучало бы очень странно. Как будто очень плохой покер. Как будто ломбард и это принимает. Да я на это дело пизду положил. Перед выпуском Миша такой, давайте поменьше материть с обоим. Да, да. Три секунды. Пизда хуя. Да, в общем, вот. Сильные женские слова. Если хотите, я могу начать без проблем. Давай. Давай, Михаил, ты начнешь. Как будто в Мадьяра... Мадик, Мадик, да, сидит как будто школьник, который ничего не подготовил. И он сидит такой, да-да, вы начинаете. Не, он как будто на передачу мужское и женское пришел, ему сейчас рассказывает что-то про отчим. Я жду, когда ДНКТС вытащат, я могу ехать. Вы сестра. Не, ладно. Я такой, нихуево. И сестра такая, пизда ты, конечно. Так, ладно, лишнее было, извините. Что, вот такой заход есть у меня. Я ездил с небольшим мини-туром в Караганду-Вастану сам выступать в кои-то веке. Я посчитал, что я достаточно известный. А до этого ты с кем ездил, извини? Суперзвезда комедии. Возможно, ты его знаешь, кстати. Да, это слава был, блядь, конечно. Что? Короче, ездил в Караганду-Вастану. И нормально. Люди чуть-чуть собрались, было прикольно. Но вот что забавно. Я, когда ехал в Караганду, у меня почему-то в Тиндере, а я такой тип, я в Тиндере. Если что, Тиндер Голд, это я. Голд, ты купил подписку? Да. Я думаю, что за ебанаты покупают это? Оказывается, это мой друг, господи. У меня был момент, когда я скачал Тиндер, чтобы разобраться, что это. Ну, типа, я так... И вот там надо... Посмотрите, чтобы разобраться, что это. Я так-то, секс, он просто повсюду. Я такой, эй, секс, подошел сюда. Слава вот так по улицам ходит. Иди отсюда. Вот ты, да, давай. Он в Баду на повышение квалификации ходил. Я семинарам давал. Дай я скажу. Я вот когда скачал Тиндер, я такой, ну все, поехали. И там надо платить деньги, чтобы знать, кто тебя лайкает. Это очень хитро. Я пытался. Разве так? Слава богу. Бля, вот я боюсь спалиться, но не так. Не так? Говорят, что не так. Я говорил ему. О, вот, Миша говорил. Обладатель золотого Тиндера. А есть сейчас человек, который не хочет узнать, что ты в Тиндере? Который не должен этого знать? Мать, отец. Не, они нормально, они в Баду. Познакомились. У меня вначале в Вайбере же. Ну, я не сижу в Тиндере, это тогда давным-давно было в Тиндере. Я, по-моему, уверен, что механика все еще та же. Мужчины, мы же на автомате, Жень, просматриваем в Тиндере. Мы типа такие, о, блядь, а может и нет. Так, подождите, а для кого пишется вот это все? Ниже метр восемьдесят мимо. Не, 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 вот так сразу все, что стрелян, то стрелян. Да, автомат. Этот лимит за шестнадцать секунд просто. Свободная пися. Я не знаю, объясните, Тиндер Голд это типа там женщины лучшие или что? Они все из драгоценных металлов. Там какой-то сразу, знаете, как в этом, как в Каспии банкомате нужно лицо вот так вставить, там какая-то проверка. Да, кстати, меня... Тиндер Голд. Там вагины, которые, вот знаете, вагина, которая не интроверт, а которая вот, ну, наружу, их не пускают. Отлично. Вагина не интроверт. Если я сейчас с ним в кадре, куда сказать, я не поддерживаю это все. Две минуты выпуска. Пизда хуй вагина. Здравствуйте. Мы интеллектуальное юмористическое шоу. Так вот Тиндер Голд у тебя. Да, короче, Тиндер Голд. Меня, как казахстанца, слово Голд купило. Ну ладно, я... Дальше что? Короче, короче. Оформишь Тиндер Ред. Блин, это, кстати, для меня загадка. Вголк. Почему в Казахстане Голд это считается типа ок, а Ред это типа ебать? Почему это... Подожди, Ред нигде не считается ебать. Привет, я Мини Мишан. Короткое пояснение для тех, кто не в контексте. Каспи Ред это часть услуг Каспи Банка, популярного банковского приложения в Казахстане, в рамках которого можно купить какие-то продукты в рассрочку. В основном такими вещами пользуются такие люди, как Дамир Нурсиитов. Пока. Тебя обманывают, если тебя в технодоме впихивали. Не-не, это крутая тема. Есть Ред, это когда тебе через неделю звонят, вы там донер кушали, помните? Долг, не хотите погасить? Это вот Ред. Ред это не ебать, Ред это ебать. Видишь, две разные интонации. Да. Ред это рассрочка. Да. А Голд это ебать. Меня реально все это время обманывали. Я думала, что Каспи Ред это какая-то потрясающая бриллиантовая карта, типа для каких-то мощных теплов. Не соглашусь. Мне нравится, что... Там в долларах... Бриллиант. Немного советского произношения. Так ты киндергол. Так, короче, смотрите. Извини, что я напоминаю тебе все время. Извини, что я заставляю тебя играть по правилам твоего шоу, да? Да, да, да. Ну, кайф. Короче. Может, там познакомиться? Там у нас... Да. У нас с Мадиком матч в тиндере. Короче. Ты на воротах, он... А кто забивает? У меня... Я голкипер. Липкие ручонки. Так. Короче. Я поэтому удалился оттуда. Короче, происходит матч в тиндере. При том, что это девчонка с Караганды, я в Алма-Ате. Я собираюсь в Караганду и думаю, тиндер, откуда ты знаешь? Ну ты молодец, конечно. И она говорит, я хочу, типа, на твой концерт как раз прийти. Я такой, о, круто, конечно, приходи. Она приходит. А она такая девчонка, чтобы вы понимали. Она приходит на все концерты. Она вместо кинок из тиндера сидит. Че на этой неделе вообще? Как она Нурлану Сабурову в директ пишет, типа, че, спишь? Не, короче, там, знаете, какая девчонка. Пацаны меня сейчас поймут. На которую смотришь, думаешь, но я с тобой детей растить точно не стану. Но, по идее, джахну. Джахнуть смело можно. Настя, нужно объяснить, что такое джахнуть. Ну, я думаю, я поняла. Это не Каспер Эд, если что. Это вот не которая заниматься любовью. Это которая прям... Это... Аджара Гуджуй, до свидания. Короче. А там такая девчонка, у нее вот губы чуть больше лица. Знаете, такие девчонки, которые... И она пришла на концерт, мы что-то разговаривали, но к моему удивлению... Был так разговаривать, да? Да. Пирсинг носа закрывает. Да, да, лишняя хромосома всегда вниз тянет. Нет, к моему удивлению, она разговаривала нормально. Не было такого типа... Она губы баллончиком красит, блядь. На ней мурал один разъебнули. Потом Кока-Кола пришла, все испортила, блядь. Привет, я Мини Мишан. Короткое пояснение для тех, кто не в контексте. Мурал. Это по-русски фреска. Большой рисунок на каком-то общественном пространстве, обычно который рисуют на зданиях. И недавно был скандал, связанный с компанией Кока-Колой. Потому что они закрасили один из муралов, который был в городе Алматы. Там был изображен Баррис. Это такой снежный кот. Символ Алматы, кстати говоря. И нарисовал какую-то свою фреску. Они уже принесли извинения, обещали вернуть старый мурал на месте. Но общественный резонанс явно был. Так что мурал это фреска. Или как назвал бы это Дамир Нурсиитов, каля-маля. Внебрачная дочь Дональда Кока. Короче, что? Некое общение происходит, все нормально. И она прям такая, знаешь? Выпьем. Я говорю, выпьем. Потанцуем? Я говорю, потанцуем. Ты же женщина, которая сама за жопу берет. Да. Я ждал, что... Да. Я ждал, что он такая, ну что, в отель? Я такой, ну даже не знаю. Подошел. Короче, едем в отель. Все хорошо. Классно, вечер проходит. Я использую три презерватива. Я 30-летний мужчина, для меня это потрясающе. Мадьяр, для вас три презерватива это много? У меня сейчас в куртке 13. Я могу вам раздать еще много остальных. Да, да. У Мадьяр, когда ебется, у него подают кто-то ленту сзади еще. Так, короче. Короче, использую три презерватива, думаю, ну я в целом уже молодец. И она такая, а что, кончились? Я говорю, да. Она говорит, ну тогда, может так? А я так никогда нет. Я, то есть, я всегда удивляюсь историей, когда, ну знаешь, как это бывает, случайно залетел? Случайно. Ну типа, всегда есть рот. Ну ладно, короче, я уважаю всех женщин и люблю вас. Минет, величайшее достижение человечества. Понял, я один в этой яме. Хорошо. Я здесь согласен, да. Прости, я точно тебя не смогу поддерживать. Я отвечаю, когда мы будем где-то сидеть, и девчонка скажет, Славик, давай отсосу, я посмотрю, как он такой. Это всегда так. А что это за история будет, где ты рядом тоже будешь присутствовать? Я буду, я такой, ну это 600 долларов. Мне кажется, в этой истории будет фигуриль Каспи Рэд. Такой наверняка. Короче, все хорошо. Она говорит, иди в аптеку, купи еще презервативов. Я говорю, я схожу, но это уже для тебя. Мне оно нахуй не надо, понятно? Короче, я нахожу аптеку, единственную круглосуточную в Караганде, у которой рейтинг 1,2. Как у аптеки может быть такой рейтинг? Ну я понял, что я позвонил туда, она такая, да! Я такой, о, сразу меня нахуй послали. Я говорю, презервативы, и она не дослушав, да! И трубку бросает. Я думаю, ну окей. Короче, ухожу, и, а я параноик по жизни. То есть я беру с собой всегда использованные презервативы. Потому что, ну, в моей голове, если я сделал шаг за пределы комнаты, она такая, окей, погнали. Маленьких мешанчиков рожать. Ну, то есть... Поэтому тебе куда легче, как будто ты из дома уходишь вот так, блядь, на авоську. И пошел по Караганде ночью, блядь. Куда идем мы с моими детьми? Большой-большой секрет! Вот так иду, и на презерватив смотрю. Я покажу тебе меш. И потом к людям подходишь, извините, в Далматы доехать не могу. Я хороший отец, я везде беру детей с собой. Слушай, вы деньгами поможете, я... Дети не кормлены, у меня вот... Я же отец. Мы с каждой шуткой в Даркнете выходим. Что это за помещение, где нет урны? Он с собой забирает, потому что он думает, что как только она выйдет, она ебанет в урну, возьмет это все и просто вот так вот себя все выдавит. Миша думает, что вообще в целом весь Казахстан мечтает о его генофонде такой. Да, так и есть! Будь я женщиной, я бы охотился за свои спермы. 3000 подписчиков, вы что? Вот так в кустах бы сидел? Что там, встал, нет? Охота за спермой, Миша. Часть первая. Ты думаешь, почему так много девчонок в зале? И сидят такие, Миша, мы садим. Ой, не надо. Засмущался. Я из хорошей семьи. И ты покупаешь... Короче, да, я беру с собой использованный и иду в аптеку. Прикинь, как айфоны меняют... По трейдину, да? Вот эти три, я сейчас там хочу, три других дайте. С ребрышками. Ты думаешь, там аптека, кафе? Покушать. Не-не, я хотел сказать пупырышки. Иногда путаю слова. В кафе пришел, шашлык с пупырышками заказал. Короче. Ходишь, лопаешь. Короче, прихожу в аптеку, говорю, у меня презервативы XXXL, разумеется. И она мне дает какие-то там ананасовые, ну как это обычно бывает, знаешь, какие-то необычные как будто для киселя. И, короче, я беру презервативы, возвращаюсь назад. Но я, как говорил ранее, для меня три использования презерватива, это уже нормально. И я, оказывается, забыл один использованный презерватив. И я зашел в номер, и один вот так лежит, и как будто чуть-чуть другой позиции. Что я запоминал. Я пришел, взвесил его, думаю, так, 0.55. А у меня как раз с собой был транспортир, я угол проверил. Настолько замороченный. Отпечатки снял. Короче, я говорю, меня пока не было, ты случайно мой использованный презерватив не трогала? Там такое осуждение во взгляде было. Она на меня посмотрела, типа, ты думаешь, пока тебя не было. Я? Я такой, ну, я бы на твоем месте точно так сделал. Короче. То есть нормальный взгляд, да, у нее был? Да, это нормальный. Ровно тот, который должен был быть в этой ситуации. Мне кажется, она абсолютно права. А, окей. Я думал, она скажет, да нет, не парься. Этот. И головой вниз скинь его, да. Хоть бы, хоть бы. Вентилятор, блядь, поставь. Короче. Все хорошо. В итоге все хорошо. Я уезжаю оттуда. Она говорит, все классно. Я говорю, все потрясающе. Она мне говорит, если что, сегодня, говорит, в Альпургиево ночь. И все сны сегодня будут вещами. Жди меня в своих снах. А можно сейчас быстро вопрос? Четвертый презерватив понадобился? В итоге да. Даже после того, что ты сказал ей? Да. Короче, вот, все это происходит. Она говорит, ночью все сны будут вещей. Я говорю, ты откуда такие вещи знаешь? Она говорит, я, если что, ведьма. Я сильно офигел. Потому что, ну, я не знаю, как определить ведьму. Не было такого, что она говорит, привет, я Гермиона. Ну, такого не было. Ну, нет, подожди. Просто Настя. Если, ведьма определяется очень легко. Во-первых. Давай, давай, давай. Ты уже залез сюда. Да. Подожди, ведьма, она, ну, белая магия или черная? Огня. Я не знаю, ну. Не, если черная магия, она сразу энергетика такая, знаешь, тяжелая у нее. Непонятно. Ты когда вот занимался с ней сексом, она говорила что-то на латинском? Прикинь, шея 360. Я такой, прикольная девчонка. Во время оргазма вот так делала? Тоже немецкий. Свои фишки в пастель. Я в шоке, что вы так шарите. Я одна на уровне, где они в колпаках ходят? Сабрина, маленькая ведьма. С котом общается. Она на метле. Привет. Нет. Настя думает, у Миши был секс с девушкой из Вуншпунша. Короче. В Альпургево ночи все будет хорошо. Я тебе приду во снах. Я очень боялся засыпать в тот вечер, честно говоря. Но мне приснился потрясающий концерт на 5000 человек. Все было хорошо. Я такой, ну, спасибо, мать. Ее там не было? Нет. Но потом она выкладывает сторис без имен. Но я понимаю, что это про меня. Знаете, вот эти женские сторис, когда она тебе, но всем. Типа. Когда она такая, кто-нибудь хочет сегодня вечером погулять? У меня есть один презерватив. Я хочу. И она такая, пошел нахер. Короче, что она говорит, выкладывает сторис, где она говорит, я поставила приворот на одного молодого человека. И я такой. А на фоне презервативы использованные висят с моим лицом на них. Короче, я испугался, честно говоря. Потому что сразу позвонил своему специалисту по черной магии. Говорю, мам, привет. Я говорю, а матушка, знаете, ее реакция меня поразила. То есть у нее как будто есть список вопросов на этот случай. Она вообще, она такая, так, хорошо, понятно. Вино пил с одной бутылки. Вкус месиков был? Я такой, что? Кого? Кого? Вкус месячных в вине. Что? Оказывается, так делают девушки, чтобы что-то там, не знаю. Да. Подожди. То есть кому-то известен вкус месячных? Вот меня этот вопрос заделал. Мне кажется, есть люди, которые прям сомелье по этой теме. Прикинь вот так. Ну это Оксай, Левый берег. Это 2003 год. 2003, быстро считай. Да, можно уже. Женщина только раз в месяц может совершить этот приворот. А может там настойку она делает? Я не знаю, как это происходит. Может у нее дома лежит все вот так. Так, интересное представление о женщинах. Короче. И матушка мне все это говорит. И говорит, Миша, вообще не парься. В конце недели пойдем к лучшей бабке города тебя чистить. Я подумал, лучшая бабка города. Ну то есть есть рейтинг бабок. Типа blackmagicbabkas.kz. Не знаю. Интересно, а какие, ну лучшая бабка, она может определить, в каком багажнике человек лежит? У тебя представление чисто из битвы экстрасенсов? Нет, нет, лучшим бабкам это не нужно признание. Лучшие бабки двигаются чисто сколько надо, закинешь. Да, да. Меня еще, кстати, меня это всегда поражало. Я говорю, мам, ну это же шарлатаны. Она говорит, Миша, она вообще деньги не просит. Она чисто за людское. Она вот, ну, энергию чистит людям. Я говорю, ну сколько ты денег оставляешь? Она говорит, любую сумму. Я говорю, ну оставим пятеру. Она говорит, ну вот, десяти тысяч. Я говорю, получается не любую. А мы, мы, я сейчас... Ну десятка это расходы материал же. Что, свечки на десять тысяч думаешь там? Ну да, там же воск специально. Шарит. Ты слишком осведомлен. Да, да, да. Я вообще собираюсь после двадцати семи, наверное, магом стать. Сколько осталось времени? Год. Он же единственный. Как ходите на концерты, Слава скоро ебнется. Слава после девятого в Хогвартс выходил уже. Будет шоу, комики чистят карму. Мне нравится, какой у Славы разброс. Я либо, либо хочу быть известным во всем мире комиком, вот так, чтобы по Америке гонять, либо чистить всяких мужиков. И тоже гонять по Америке. Я подумал о том, что для меня это новая информация. Во-первых, во всей этой истории ты находился в Алматы, и у тебя Тиндер дотянул до Караганды. И я начинаю думать... Нет такого, что я регион поставил, бесконечность, лишь бы... Вот я так думал. Нет. А, окей. Вот я сам в шоке. Все, кто на Марсе, тоже да. Блин, настолько нужна 50. Ты такой... В целом... Ну, попакивает магией уже. Только она, а душа. Тиндер. Кто-нибудь находил в Тиндере любовь, может быть? Ага, сейчас тебе, блядь, признаются тут с разбега все. Вот девушки могут приворот делать один раз в месяц. Мы в целом не можем, да? Получается так. Приходится просить у подруги. Только если жертву... Жертву детьми только если. Блин, Айжан, можешь это чуть-чуть налить? Там такая тема, гаишники остановили. Бля, просто по моей виду будет. Слава еще везде говорит, что я его лучшая подруга. Значит, с этого момента нет. Сразу обозначу. Блин, жаль, мы приворот не можем делать. Я бы сделал. На кого? Бритни Спирс. Прикинь? У тебя танцы впечатляют вот эти вот каждое утро, да? Уже вот эта лысая, бля, уставшая. Прикинь такая... В сториз. Hello, everyone. Hello. I need my R Norman bed off. И мы все в похуй сидим. Не знаю. Самое сложное, это вот как я ей жидкость отдам, но... Ты же в Америку полетишь? Да. Один пакет передашь? Да, да, да. Казаханский шоколад и пакет с жижей. Это для Бритни. Да, в общем, вот такая... Вот такая история. Я теперь боюсь ведьм, я не знаю, я... То есть тебе нужно было вот такое, чтобы бояться ведьму. Да, но смотри, я объясню. Вы не верите, да, в это все? Смотрите, я объясню. Смотрите, почему канал называется Moms Magic. Знаете? Конечно, я знаю. Я да. Вот Слава знает. Давай, Мамина магия переводится. Канал называется Мамина магия, Moms Magic. Потому что у меня мама юрист высочайшего квалификации образования человек, но на этой теме поехавшая основательно. Она... Я как-то убирался дома, у меня по углу зерно лежит. Я говорю, мам, это что за целина, блядь, у меня? Она говорит, Миш, не трогай. Я такой, ну ладно. И вот... И в какой-то момент она говорит, Миш, ты что-то вот все по комедии двигаешься, то все. И приносит мне статую льва с короной. И говорит, я говорю, это что? Она говорит, этот лев заряжен лучшими бабками города. Кстати, почему-то там множественное число появилось. Они умирают с каждым годом. Сейчас была недавно лучшая я. А мы думаем, почему новую ветку метро не строят, а там все бабки во льве. Да, короче, она говорит, лучшая бабка города зарядила бы этого льва на стендап. Во-первых, меня повеселило, что такие узкие заряды делают бабушки. Ну, то есть, прям на стендап. А можно, чтобы я пинг-понги вот крученые давал? Нет, Абэль. Алло, мама, у меня друг вот тиктоник хочет монетизировать. Можно зарядить что-нибудь? Можно фифе с углового сразу забивать как-то? Да, такие заряды. И, короче, я звоню бате и говорю, пап, кажется, там что-то фляга свистит. И папа говорит... Папа говорит, я давно знаю. Думаешь, как ты появился? I'm sorry. Мам, пап, если вы каким-то чудом смотрите этот выпуск, я вас люблю. Это шутки в рамках комедии, хорошо? И Насте на фотке сейчас улучшит бабки. Что надо с ней сделать? Чтобы выпали волосы. Передайте ей этот напиток через Вячеслава. Просто уран. Прикинь, на туре Вячеслава впишет какую-нибудь рекламную кампанию. Бабка с мэджик. Короче, она говорит, я зарядила этого льва на комедию. У тебя все получится. Если кто-то будет спрашивать, всем говори, что это твой помощник. Я говорю, пап, мама вот такие вещи говорит. Ты вообще как к этому относишься? Папа говорит, а тебе что, сложно? Я такой, понял тебя. Тебе что, сложно поддерживать этот мир? Это как будто вообще философия любого батя. Они поэтому молчат к старости. Начинают все больше молчать, потому что они такие, ну это пиздец. У меня что, сложно, что ли? Типа, ну мать, любишь, все, давай. Окунайся в мир черной магии. Короче, и я это делаю. И приезжает Слава. А Слава на тот момент только выпустил своего, первого записал Алтенбека. Кимура Грейси. Скидывает мне, говорит, как думаешь, формат зайдет? Я говорю, ну не знаю, мало шуток, как комик смотрю на это. И это люто стреляет. Слава говорит, погнали со мной в тур. Я говорю, да погнали. И мы что-то по пяти городам приезжаем здесь, стендап-фестиваль. С двух мест контракты прилетают, короче. Встреча с какими-то невероятными людьми. Слава говорит, поехали, там продюсеры. А там пиздец-продюсер. Ну я эти фамилии вслух не хочу произносить. Вдруг это тоже магия. И... Доктор Дре. Доктор Дре. И короче. Только ему тоже нужен доктор. Все идет в гору по стендапу. Единственный врач в жизни мыши. Доктор Дре. Остальные все бабки, бля. И доктор Пеппер еще. Короче. И все идет в гору со стендапом. И Слава такой, я же по гороскопу, лев брат. Я такой, все понял. И мне как раз в руки подворачивается книга. Вот это Мэтью Маконахи «Зеленый свет». И мы ебнулись на этих... На сигналах космоса, блядь. На знаках. Мы со Славой как-то домой шли 50 минут, потому что только по зеленым светофорам ебашь. Мы вокруг дома. Все. И поэтому этот канал «Мамина магия». Пускай лев работает. Я примерно полчаса была в Казахстане, и они такие, концепция «Зеленый свет» слышала? Как будто какая-то секта. Думаю, что при вороте в целом вся эта движуха не особо действенна, хотя бы потому, что есть же определенные люди, которые не любят весь мир. И почему никто до сих пор до бабки не доехал и не сделал куклу Вуду на этого человека? Например, на Путина куклу Вуду кто-нибудь сделаете? Да, короче, вот такая история. Теперь «Мамс Мэджик» – «Мамина магия». Надеюсь, будет все магично у нас. Но вы не ходили никому ни разу? Я ходил в детстве. В детстве ходил? Да, мы ездили с мамой какой-то на тот момент средней бабушки. Начинающая. Да, бюджетная бабушка. Бабушка лоукостер. Режиме «убиралась у великой бабки» пока что. Она чисто псориас лечит. И через фотки не получается, видео приходится отправлять. Она на DVD включает. На СТВ работала. В паре с другой через телеключил. Это вот эти, которые воду заряжают? Да, вот эти. Сущность в виде гномика. Я всегда боялся им звонить. Да, мы ходили в детстве с мамой. И она нам что-то делала. И она не брала деньги. Но она взяла чай, попросила чай, какие-то конфеты, по-моему, принесли. То есть она просто бытовые проблемы через нас решала. Да. И вон там уберитесь. И спойлер на Subaru. И что-то телек не работает, сделайте. И мы вот... Но я не помню, помогло нам или нет. Я не знаю даже. Типа, в целом, моя семья не верит в всякие куклы Вуду, вуншпунши. Вот это вот все. По мультикам не особо. Винкс, блядь, вообще. Не, меня знаете, что поражает в этой концепции? Что это только бабки. Ну, то есть... Нету. Понимаешь? Если тебе... Ну, то есть не бывает молодой прорицательницы, которая... Нет, у меня молодая была. Да? И все равно бабка, ты говоришь. Ну, нет. Это бабка, она как концепция. Ну, бабка. Ага, это название профессии. Да, как специалист. У меня подруга есть, молодая, достаточно таролог. Но там тоже интересно, что таро очень избирательная. То есть она... У нее интересные взгляды на мир. Она вот недавно делала тарологический разбор Владимира Путина и Алексея Навального. Так. И у нее получилось, что один из них сильный, честный лидер, а второй Алексей Навальный. А, реально? Да, у нее прям разбор, почему тот лживый, а этот честный. Я думаю, господи, в России даже нет независимого таро. Что-то... Ну, это кошмар. Это очень смешно. Реально, у нее на всякие события политические. Там Зеленского она разбирает. Прикольно. Там даже карты таро фальсифицированы. Нормально, нормально, нормально. Это же в рамках дорожной карты. В теории может быть таролог иностранный агент в России. Прикольно, прикольно. И еще... То есть, это женщины, да? Ну, я хуй поверю деду. Сейчас мы тебе выгоним все. Ну, что ты выгонишь? Я не знаю. Максимум, если вот тут... Как это? Кровь. Как это? Хиджаму. Хиджаму сделать, все. Как будто вот от деда нормально услышать. Сейчас я тебе сейчас выгоню все это, если он банщик. Банщик, да. Или самогонщик. Или самогонщик, да. Самогонщик. Редко встречал самогонщиков. Серьезно? Которые вот всецело ушли в эту профессию. Не видел таких людей. Да, да. Форсаж сам собой снимает. Деды, они просто... Они не будущее придумывают, они прошлое придумывают. Отлично, отлично. Мне очень нравится эта мысль. Ну, в будущем не знаю, что, но джинсы уебанские ты купил, конечно. Я почти-почти в «Спартаке» играл. Почти вот столько осталось. Да, таксисты-то аэрологи же. Все, вот пародию показывают пиздать тебе. Так, ну вот. А возвращаясь к твоему заходу, я вот про Тиндер вспомнил. Ты говоришь о том, что мы лайкаем вот так. Ну, ты вспомнил то, что никогда не было в твоей жизни, правильно? Я вспомнил вот опыт своего друга. Кто-то вот так лайкает. Не-не, экран не реагирует на язык. А, да? Мне Мадиара друг рассказывал. Я в деталях запомнил. Как вы поняли, мы со Славой дружим. И делимся опытом. Я хотел сказать, что я всегда ведусь на вот эти кликбейтные заголовки у девчонок, знаешь, которые пишут. Если ты лох-вонючий, влево. Крутой, независимый рок-стар. Браво. Я такой, конечно, рок-стар. Они еще пишут, извращенцам влево. Я себя трезво целью, я не извращенец, но почему-то влево. Да, да, да. Хотя я не извращенец, но я думаю, ну мало ли, вдруг я извращенец. Из-за этой капчи ты думаешь, да я на свидание приду принципиально со слюной отсюда. Ну вот и. А какие, а у вас, у вас написано что-то? В тиндере? Такое, да, провокационное. У меня написано, у меня написано «Джай интерес». Что означает? Просто интерес. Хотя, как мы понимаем, там не просто интерес. Ну-ка, давай. Да ну не кричи. Это, как понимаешь, иу. Вот, понимаешь? Вот, вверх. Кто-то сделайте тикток, где Тарзан летит под этот звук. Пожалуйста. Тебе надо в био менять тиндер, и теперь не «Джай интерес», а «Строга магия». Вот такое. Ведьмы влево. Если у тебя не лучшая бабка города, листай влево. Окей. Ну вот такая история была. Я знаете, кому точно не верю? Это в тиктоке, когда листаешь, и вот эти бабки, которые гадают на обычных картах. Ты думаешь, ты вообще не паришься? Да, просто. У тебя казарной валет. И ты вопросы задают, там, будет ли у меня это что-то, что-то. Ну таких даже я умею гадать. Там выходит валет, и такая, жених будет. Дама? Да, запрещено такое в Казахстане. Джокер? Бля, перераздать надо. Забыла вытащить. Нет, Джокер... Двойки-тройки нужны у тебя сколько лет? Прикинь, просто «Джокер» — нихуевый фильм. Все, Миш, ты за судьбу, да, смотри, Кристи Козырь. Все, ты ходи первой. Еще несерьезные карты, по-моему, с голыми женщинами. Еще крапленные, прикинь. На карте вот так пополам, со мной-то. Такие у меня были истории. У кого-то есть что-то еще? Давайте расскажу про то, как до меня мужик в столовке доебался. Как вам такая история? Отлично. Уже звучит интригующе. Это было поздно вечером. Это звучит тогда, как будто я сейчас на передаче Малахова. У меня в столовке это звучит, как будто я искала этот доеб. Как будто ты целенаправленно пришла и такая «Чего у вас свинины нету в Каганате?» Это что, ущемление? Чувак официанту подходит, вот за тот стол полборща можно брать. Да, я еще такая «Почему нет свинины? Почему все так дорого?» Ну, сколько тенге заплатить, знаешь, такая. Так, окей, ты была в столовой. Да, столовка, ну, я сразу обозначу, что это не лучшее место. Это вот, в которое ты заходишь, и вот сразу вот пахнет тем, что ты точно не планируешь есть. Вот такая вот. И там еще, там всегда на прилавок смотришь, там рис грустный такой лежит. Последний остался. Там рис, запеченный печень, пакреатит, они все вот так вот рядом. Там рис такой «Забери меня, я завтра буду в пирожке с яйцом». Катли, это по-киевски такая «Почему я в Алма-Ате?» Да, такая грустная столовка, и у нее авторская концепция есть, называется «Разогреваем еду в микроволновке». Это моя любимая концепция. Я, честно говоря, не, вы не вахуешь, что до сих пор в 2023 году есть места, где мы разогреваем еду в микроволновке? Ну, мы? Настя, прости, у меня «Тиндергот». Нет, я просто в «Харна-Ате», она сама разогревает микроволновку. Нет, я считаю, можно греть в микроволновке, просто не на глазах у нас. Не на глазах? Да, чтобы они такие «Только что для вас приготовили», и ты такой «Ой, отлично», просто в невидении. А нет, это столовка. Так там я сама, я сама, я сама там грею. А, ты сама греешь? Я сама грею. Да что в этом такого? Ты просто взяла, поставила, подождала две минуты, забрала, съебала, схава. Че? Че не так вообще? Это что за выпуск, где я выгляжу охуевшей, а Слава, простой человек из народа. Какой он простой. Посмотри на него. Какой он простой. Он даже в Зеви пришел сегодня. Этот. Не, меня впечатляет, я не хочу в нее, она вся грязная, она, блин, в ней столько еды побывало, там микроволновка чисто шлюха, знаете. Я, прикинь, в натуре, есть ли вот эти уебанские рецепты из ТикТока, где вот так берут картошку, в ней вот так 12 дырочек делают, микроволновку ставят и ждут, и она там просто готовится, как блюдо. Просто пришел со своей... Или омлет вот этот, типа легкий омлет, и потом раз, это как сэндвич, я попытался сделать, в итоге просто ничего. Вот эти вот рецепты, знаете, где еще подписи типа странные всякие, типа после этого рецепта мой муж облизал пальцы до кости. И дошел до вагины. Нет, у меня, знаете, какая история была с этими рецептами? Можно вкинуть? Чисто высоцкое. Ты по актуалочкам сегодня бьешь. Короче, у меня была такая история. Я прочитал... Ибунку, ибунку. А это что за... Я не знаю, но это смешно. Местные тренды. Я в стиху не поддерживаю, что он говорит. Это дерзкий Мадиар Дарабос же это. Короче, рецепт видел в ТикТоке, где берут тостер, кладут его, получается, на стол. Вырезанный, да? Что? Тостер? Ну, тостер. Вот так вырезают, и туда яйцо добавляют, и потом... Нет, нет, нет. Тостер, который хлеб засунул, вот так вниз опустил. А, тостер — это название оборудования? Да. Серьезно? Ну, да. Подожди, а ты что имел в виду? И этот человек пытается сделать вид, что он из народа. Вот именно, я не знаю, что это такое. Я ел гренки. На костре. А, это гренки? Я думал, раскраски, блядь. Микроволновку. Подожди, что, я думал, тостер — это, типа, вот это поджаренный хлеб. Это тост. Не путать с... Счастья, здоровья, желаю. Это... Это другое. Понял. Короче... Не-не-не, микроволновка — это маленькая баба, которая волнуется часто. Нормально. Короче. Которая такая... Зацените, зацените, я выучила. Которая такая... Жак, да? И тревожно. О-о-о-о... Постепенно хватит. Несите сюда ИИН, большой распечатанный ИИН и бешпармак под музыку, давайте. Беттошар делаешь и сразу в Каспии. Короче, тостер. Хлеб засовываешь, с двух сторон котачит огонек, опускаешь. Котачит, это обжигает стенки хлеба, но ты в Каганате не говори так, раскотачни мне вот это. Карндац риск откотачь мне, пожалуйста. Охуешь, что ты сама котачит? Максимум амандешагар, вот так. Я все впитываю, я не говорю. Ты в комментариях прочтешь потом. Короче, тостер. Не будет со словом шлюха стоять рядом? Не-не-не, не будет, не будет, все нормально. Ты что, жахдай тревожный, идеально сказал. Короче, опускаешь хлеб, поджигаривается с двух сторон и все отлично. И рецепт такой, ты роняешь этот тостер, то есть кладешь его, получается, горизонтально. Два куска тоста, сверху сыр, что-то там еще что хочешь. И он типа прожаривается снизу, а сверху сыр плавится и все потрясающе. И я такой, какой замечательный рецепт. Я в одном сделал сыр, а во в другом творожный сыр и варенье. И все это положил, и у меня в моменте это хлеб лег на накаливающийся элемент. Воняет, как будто жгут корову. Я на это смотрю, сверху нихуя не плавится сыр. Снизу хлеб такой. Я думаю, так, это ненормально. Хочу вытащить. Лезу туда пальцами, и в этот момент она вот так стреляет. Тадах! И у меня весь пол варенье. Я думаю, иди нахуй тикток, блять. А я варенье пробую, и на вкус месячный, сука. У человека два заведения общественного питания. Так докопались. Так, и что? Микроволновка. Микроволновка, да. Я иду к микроволновке со своей едой, и мне мужик открывает дверцу микроволновки, я ему говорю спасибо. Джентльмен, в костюме. И он, прикиньте, такой, джай интерес. Джай. Джай? Да, джай. Джай. Как чай, только джай. Как будто ты дэгришь, но джай. Дэгришь. Я джай. Так, пацаны, давайте не перегрузите. Сейчас у меня Windows 11 загружается. Она выйдет после этого, она такая, ааа, джай. Не, нам нужна история про столовую. Давай, давай, давай. Мужик открывает мне дверцу микроволновки. Я ему говорю спасибо. И сажусь с нее и еру. Да, он чисто перепутал с тачкой, говорит, запрыгивай. И он мне говорит спасибо, в карман не положишь, лучше поцелуй. Еее. Ааа. Но ма. Гений. Я думаю, в тот момент Мадик пересматривает свою жизнь. А вы говорите Тиндер Голд. Зачем тебе Тиндер Голд? Вот, пожалуйста, человечек старается. Поцелуй в карман не положишь, хорошо. Поцелуй в карман... Нет. Нет, спасибо в карман не положишь, лучше поцелуй. А, окей. Я думала в тот момент курица будет глаза закатывать. Это такое. Ну и просто я по логике не понимаю. Он говорит, что спасибо не положишь, а поцелуй в его логике, получается, положишь. Я думаю, а куда целовать надо? Ну, в карман прям? Туда, где семечки, я уверена, там есть. Там мужик... Мы в столовке стоим, там мужик такой. А он с барсеткой был? Блядь! Кстати, у меня сейчас... У меня флэшбеки сейчас зафигачили. Он еще, знаете, вот в этой вот футболочке, которая... Вот единственные базовые футболочки в Заре висят, которые без принта такие вот, как будто они про Рамзана Кадырова пошутили такие. Бедоладья. Неуверенный в себе. Я красный или бордовый? Я не знаю. Но мужик стоит, как будто Конора только что победил такой. Я вообще потрясающе. С пузиком, да? Не-не-не, очень худой. Очень худой. И он так улыбается сейчас, знаете, он так с ноги на ногу такой. Так это все объясняет? Что он худой? Я имею в виду ему в детстве в школу мама с собой поцелуйчики заворачивала. Извините. А я, кстати, не поняла вашу реакцию. Там худые, поаплодировали. Толстые, кто? Там два человека, которые Миша не ебан. Вот что это было. Это сосущиеся между собой люди просто похлопают. Ну и короче, и он на этом не остановился. Я не реагирую никак. Он на этом не остановился. Он смотрит на мою еду и говорит, как у вас все аппетитно. Прям как вы. Я думала, у меня вагина навсегда захлопнется. Что это за фраза вообще? Ну аппетитно. А у тебя что было в тарелочке? Вот. Уточняй! Есть блюдо, где нормально. Сейчас, Настя, мы заценим. Нет. Смотрите, у меня в тарелке, чтобы вы понимали, насколько я аппетитна, у меня в тарелке была вареная курица и вареные овощи. Я вообще думала, что он будет продолжать, что он будет такой, типа, отличная грудка у тебя. Да, прикинь, он просто, это ужасная шутка. Давайте договоримся, если что мы ее вырежем. Он вареные овощи посмотрел, такой, хочу инвалидку. Извините. Он такой, овощи вареные, но тебя бы я отжарил. Отлично. Извините. Это мы туда же отправим. Ну давайте, раз уж такая пьянка, у него не тот фут-фетиш. Сука, английский понадобился. Не зря мама говорила, учи. А фетиш это же японская, нет? Все хорошо же было. А-а-а, это гейши! Господи, надо! Блядь! Вы не думаете, что нам другое шоу надо? Нам со Славой надо делать поле чудес какое-то, я не знаю. Слова, шоу-слова. Приспособление для изготовки тостов. Наверное, сэндвичница. Да-да-да. Я подумал, фут-фетиш у него действительно, потому что там типа скажи, что она тебе надета. Какой у тебя салат? Что у тебя на второе? Соуса много. У меня вообще впечатляет. Полей, полей его, полей. Прикольно. И что ты ему ответил? Так в том-то и дело, понимаете, что ничего, что я в этот момент вообще... Это на самом деле такая история, что ты когда... Надо ответить, чё, Жак, дай тревожный. Да, мы можем придумать, чтобы я... Давай разыграем, давай. Давай. Ты говори мне. А что я должен говорить? Ты говори аппетитно, прям как вы. Как у вас все аппетитно? Как вы. Он, кстати, на «вы». Он хуйню несет, но он такой, я уважительный. Так он, извините меня, в ресторане. Пусть быстрого питания, но в ресторане. Давай, готово? Давай, давай. Аппетитно. Прям как вы. Ты? Чё, Жак, дай тревожно? А ты чё, из России? И всё, и сразу отъебался. Именно в этот момент на ты, да, перешёл? Чисто отшила сразу же. Я не знаю, вы вообще, ну, девчонкам говорите, говорили когда-нибудь комплименты незнакомым вот так вот? Никогда в жизни. А, никогда в жизни. Палево, да, что вспомнил? Но это про друга же история, Мадик. Ааааааа. Зачем я с ними общаюсь? Не-не-не, никогда в жизни. Я, типа, у меня сложно, в принципе, вот этот очень уверенный в себе парень. Потому что мне сложно, в целом, знакомиться, никогда в жизни оффлайн сам не знакомился. Но если кто-то со мной познакомился, ебай, я цепанусь за артерию и вышла всю информацию, просто полностью. Не знаю, я никогда не делал такие комплименты. Я один раз сделал комплименты, я вот так вот, перед красивой девушкой просто, короче, знаете, ты в этот момент, когда ты с лестницы спускаешься и одну не замечаешь. Ну, типа, о-о-о, и такой, я падаю. Ты просто такой, что-о-о-о? Вот этот момент, когда ты засыпаешь и падаешь. Вот эта хуйня, да. Когда душа разбегается и в тело такой, на, сука! Блядь, остаемся здесь, твою мать! Так хотела быть котом, блядь! И, короче, я вот что-то, мы общаемся, общаемся, я ей смотрю в глаза и вот так вот пытаюсь, и падаю нахуй! И просто падаю, и встаю, и делаю вот так. Споткнулся в ваше обаяние. Раунд, раунд! И она в этот момент такая... Не, прикольно, прикольно, да. Но я не знаю, но вот то, что он сказал, это уже на грани харассмана такое. Ну, неприятно, это вообще-то похотливое такое. Не, когда внешность комментируешь, то есть, особенно если это, допустим, там, не моя женщина или малознакомая женщина, я всегда, если даже говорю комплименты в максимально общих словах. Типа, классно выглядишь сегодня. Все! Я, типа, вообще ноль деталей. Я вообще понял, что девочке вам так тяжело быть. Просто, бля, вы вот... Просто появляется где-то просто красивая девушка, и... И все, ебать, весь вечер подкаты. Весь вечер какие-то, блядь, знаешь, типа, ну, членам, блядь, ну... Попытка, ну, что-то как-то, и ты думаешь, бля, как вам тяжело. Меня еще сильно раздражают, знаешь, какие типы, которые вот... Как по какой-нибудь улице клубной идешь ночью, и девчонка идет, кс-кс, да. Бля, это просто пиздец! Как это заебало! Я, блядь, вот так ответьте им. Я в этот момент... Я в этот момент, реально... Но если такое происходит, они заслуживают друг друга. Это жестко! Это всю жизнь. Я еще, у меня почему-то рефлекс какой-то, я всегда оборачиваюсь, я такая, блядь, Настя, зачем? Но... А вдруг молоко? Лишним не бывает. Не знаю. Я в такие моменты думаю, типа, я не кошка, но захотелось нассать тебе в тапки. Вот что-то такое. Ну, это прям жестко. А прикинь, натуре, кс-кс, поворачивайся, и сырная тарелка. Это же для мышей я долбищу. Это, кстати... Добро пожаловать в мир! Ты, Томми Джерри, вообще не понял концентрацию. Он думал, злодей это мышь. Хибаны, Джерри! Нет. Опять что ты сделаешь? Так там мышь, блядь. По факту он злодей. Вы видели? Сыр сколько стоит в супермаркете, блядь? Миллион тысяч тенге, нахуй. Мы про одно и тоже сейчас говорим. Сыр. Сыр сколько стоит? Ты видел? А, он про сыр, я про мышь. Подожди, я про Томми Джерри, блядь. Он говорит, что мышь это злодей. Мышь злодей. Он хавает сыр, который миллион тысяч долларов стоит. Он же не хавает твой. Ну, он деликатесом питается, в дырке живет, и у него там хата, телевизор, блядь. Я пошу, и то не всегда сыр могу. Только сметанка вывода, российский бы, который вот такой. Две дырки на весь сыр. Угрожающе всегда, когда вот к тебе на улице или где-то. То есть это день, это столовка, вроде много людей вокруг, но я вот прям, при том, что я не считаю себя суперскромной, я не знала, что ему ответить. То есть я такая, а мало ли он ебанутый. Так он ебанутый. Да. Он железобетонный. Не мало ли, скорее всего. Еще в такси же постоянно таксисты подкатывают, типа, к девушкам. Я так хочу ебало снести каждому из них, кто специально подкатывает. А как ты это сделаешь? Я не знаю, я был в туре, и мне девушка звонит и говорит, он делает вот так. Кс-кс. Кс-кс. Я как хотел, я уже, я говорю, говори со мной все это время. И все это время она говорила. И я почему-то думал, что я успею с Уральска добраться до Алматы до Новаи за 12 секунд. Ты чисто как Наруто такой. Алло, алло, сколько бесплатное ожидание? Не, а прикинь, я вот о чем подумал. Раз они все так делают, однажды у кого-то же, наверное, про канала. Да, 100%. Ну, он такой, кс-кс, и она такая, иди сюда. Да, мне кажется, не про канала, это просто какая-то мужская внутри установка, что типа... Я что сделаю? Не ищите во мне союзника. Человек захотел отссать невидимую и... Свободная страна, что мы? Тем более, ну если бизнес, нихуя себе. Это в рамках шутки. Конечно, это отвратительно, нельзя себя так вести, это понятно. Мне кажется, надо как-то пытаться безобидно себя... Ну, даже если ты собрался подкатить, нужно всеми силами показать, что ты безопасен. В ростовом костюме быть, я не знаю. Презик на руку натягиваешь. Привет. Это вообще не угрожающе выглядеть. Особенно, когда ты это говоришь. Использованный. Ко мне, кстати, тоже в такси... Блядь. Ко мне в такси тоже подкатывал чувак. Ну, интересно, он заехал в МакАвто и купил мне в Маке какого-то пакета, такой, это вам. Ну, еды просто. Это красиво, это красиво. Да нет, подожди. Как это красиво? Нет. Подожди, разница между столовой и Макдональдсом, то, что в Макдональдсе пакет дают. Нет, брат, я объясню. То есть, условно говоря, как я сейчас понял, из Настя на разговор, он купил еду, сказал, это вам, и пошел по своим делам. Нет, это в такси. А, в такси они заехали в МакАвто. Мы продолжаем ехать. Все, это меняет, извините, я по-другому подумал. Не, ну там еще тоже, это наггетсы или креветки, тоже надо понять, да? Если креветки... Да нет, вообще похуй. Но я уже в напряге еду, то есть я такая, не надо, не надо, он такой, нет, забирай, забирай. И мы доезжаем до точки, и он блокирует двери и говорит... Реально? Да, и говорит... При мне хавы. При мне хавы. Ну, он все это время что-то разговаривает, разговаривает, и такая, так, я уже типа смс-ку... Ну, я только девчонкам могла написать соседкам. Это в Касане было? И он все это время разговаривает, я такая, так, какая у меня тактика? Ну, одну звезду поставлю, я не знаю. Прикинь, вот так, палец занесла. Смотри, Кась, варианты есть еще. Открой дверь. Он такой, медленно отпусти приложение. Я тебя выпущу. Прости, пожалуйста. И мой Макфури забери. Я еще вспомнила, знаете, что он демонстративно у таксистов на телефоне показывается иногда, да, сколько они заработали там за день или за месяц. И он демонстративно так смахнул там, где больше 100 тысяч рублей. Ну, это типа, не знаю, 600 тысяч тенге. За день? Не-не-не, за месяц. Слава, блядь. Это куда надо? Это в Нью-Йорк надо сгонять? По воде вот это все. Все ауэйс. Погнали. Это если такси ждет, пока чувак с Уральска прибежит. Там столько накапает. То есть он купил Мак, рассказывал, сколько он зарабатывает, смахнул, вот, и спрашивал, сколько мне лет, говорил, сколько ему. Он спросил, сколько мне лет, я уже такая, блядь. Пятнадцать. Ну, это, короче, это пиздец, это стрёмно, реально. В такие моменты, как будто бы реально надо гореть семнадцать. Я вот, батя меня сейчас светит. Иди, хэппи-мут принеси. Ну, короче, страшно. И он блокирует двери, и он говорит, давай обменяемся номерами телефонов. Ну, типа, вот, давай номер свой дашь. И я почему-то, я решила, что умру, но не дам номер телефона. Вот так вот. А, окей. И я до последнего не давала, и в итоге минут через пять он просто, типа, открыл и такой, ой, тоже мне. Типа, не дотрога. Вот такое вот. И я прям, ну, я в аху еще ходила. Возможно, он пять минут. То есть плотное ожидание через три минуты заканчивается. Вот так и заработал. Вот так и заработал, да. Все эти деньги. Не надо так делать, если что. Не блокируйте двери. Конечно, да. Мне очень сложно быть девушкой. Очень. Сложно быть день женщиной, да. Если вы насильник и смотрите этот выпуск. Долгополов, молодец. Он Долгополов, он, ну, как он сменил лагерь, блядь, вообще, и такой. Молодец, он умница. Я не хочу сказать, что вообще не стоит подкатывать. Ну, возможно, вообще не стоит подкатывать. Но если вы уже хотите, типа, познакомиться, то надо как-то аккуратно, безопасно обозначить, что ты не маньяк. Мне кажется, я безопаснее всех вообще знакомлюсь в мире. Я вижу красивую девушку. Запоминаю место, в котором я нахожусь. Возвращаюсь домой. И пишу в подслушанное. Видели? Подслушанное киевси. Девушка, отзовись. Возле кассы 637 номер. Кто-нибудь видел? Тебя, простите, умираю. Вот. Я возвращаюсь домой, подключаюсь к невероятно быстрому Wi-Fi. Захожу по геолокации. Ищу. Если она загрузила сториз, кайф. Если не загрузилась, игра становится интереснее. Ищем того, кто загрузил. Заходим туда. По подпискам выискиваем ее. Аккаунт закрыт. Но у нее есть АСКФМ, о котором она забыла. Заходим туда. Конец. Я больше ничего не делаю. Это чисто маньяк, который теорию подтянул. Я сколько стюардесс Эйра Сын так нашел и ничего не сделал. Ничего не сделал. Мне сам... Ни огонька, ни лайка. Сам процесс... Путь самурая. Да, да. Не, у нас... Путь анониста, но... Но это в каком-то смысле, да. Это самураи в каком-то смысле. Да, да, конечно. Анонист, это ты и твоя катана. Да. Главное, в конце на себя катану не делать. Харакири не исполнять. Сипуко. Закинем в два ночи. Да. У меня был пример красивого подката. То есть мы ехали с братом, и девчонка вот так глазами хавает его, знаешь. Я вначале не понимала. Курят, что? Нет, глазами вот так прям на него заглядывается. Он улыбается, она улыбается. И что-то он такой, блин, надо было окно открыть, кажется, пообщаться. Догони-ка сию. А мы, ну, прямо по дороге. Я догоняю, он говорит, вот так показывает, опусти окно. Она опускает окно, и он вот так свой сотовый телефон ей вот так в салон закидывает, короче. И мы дальше едем. И он говорит, дай телефон. Мой телефон берет и себе на телефон звонит, говорит, привет. А там их две, короче. Одна за рулем, полненькая. И рядом вторая, которую он хотел закадрить. И берет телефон, и он такой, алло, это девушка, которая за рулем, да? Передайте, пожалуйста, подруге телефон. Ну, это железные яйца, я бы никому... Он такой, вот, типа, прикольно, вы мне понравились. То все, телефон свой запишите мне в телефон. Типа, скиньте вот на этот номер. Все, она такая, да, да, кайф, кайф. И все, мы на следующем перекрестке, она обратно телефон закинула. Я такой, ну, это красиво. Не, прикольно, если бы она его забрала, и она сразу в сторис такая, мне айфон подарили. А я ему так и сказал, а если уведут? Он говорит, ну, красиво живем. Я говорю, ну, понял, типа. Я бы так не сделал, даже если бы у меня был какой-нибудь оппо... Crazy people purple, блядь. Опа, crazy frog. Я бы кинул машину, машина загорелась бы. Это как будто сюжет американской комедии какой-то ты сейчас рассказал. Не, ну да, но прикольно же, крутая же идея. То есть, типа, он понимал, ну, как будто, видишь, там был контакт глаз. Типа, это было бы не прикольно, что она-то что-то с ним заигрывала, а потом такая, о, телефон, пошел ты нахер, ты, конечно, симпатичный. Я бы хотел, чтобы ко мне так подкатнули вообще. Чтобы мне кинули, я бы, в Каспий зашел, себе перекинул, номер, ты знаешь, типа... Котарма, это... В сторону котака. А, нет. Не-не-не-не. Котарма, это типа... Какого хрена? Нет. Не то, что ты надумала... Хрен там плавал. Как бы... А, вот, да, хрен там плавал. Да. То есть, если он мне говорит аппетитно, прям как вы, я такая... Котарма. 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 Подожди, мы еще с вот этим не разобрались. Как будто бришь. О, как будто бришь. Котарма. А можешь сказать, пожалуйста, Настя? Немного французского. Еще раз, один раз. Котарма. О-о-о. Ударение не туда, куда ты поставила. Но зато звук нормальный. На слов пораньше. Не «хотарма», а «хотарма». Ну, ровно так же сказал. «Хотарма». Ты, амбассадор, слово «хотарма». Угомонись все уже. А это мать? Нет, амбассадор — это Путин. Начал отыгрыши, не подумал дальше, что будет, да? Нет, нет, я хотел сделать предложение за лучший колоббур. Да, но... Ах ты, сука, я доверял тебе, ты друг мой! На, ударь. На. Объяснимым или не надо? Не надо. Мне 26 лет, да? И до 26... Год до ведьмы остался. Как? Год до ведьмы. Год до ведьмака. Ты тоже давай, я феминист. Я правильно сказал? Да, да, все правильно. Ну, типа, я за мужиков, чтобы, типа... Тогда нет, тогда нет. Маскулист. Так, по феминизму сейчас как по тостеру пройдемся. Короче, мне 26 лет, и до 26 лет, значит, я чувствовал себя прекрасно. У меня ничего никогда не болело вообще. То есть даже если болело, оно раз и вылечилось само по себе. Я думал, я росомаха, клянусь. И вот 26 стукнуло, вот-вот-вот-вот, и кишечник такой, мы умираем. Поясница говорит, все, брат, мы на диване не спим никогда. Чихнул, защемило в грудном отделе. Пытаюсь понять, почему болят колени на погоду. Мне 26, я напомню. 26 лет. Я всю жизнь занимался спортом. Сейчас мне может дать пизды диван. Просто уничтожить меня. И вот в чем моя претензия, да? Я не могу с этим смириться, потому что я сегодня, да, боксировал 5 раундов с мастером спорта международного класса. И где-то попадал, где-то пизды получал. Но все прекрасно, мы отработали 6 раундов. И я вышел такой, как классно. Я так хорошо себя чувствую. В теории, 7 человек на меня нападет, я всех могу раскидать. Но если будет пасмурно. И если я выпью какой-то фреш, который раздражает мой кишечник. Я даже убежать не смогу. Прикольно. Я такой, да, 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 да. Есть туалет? Мне кажется, мы скоро будем креон через закладки поднимать уже. Да, но меня радует, что я не один умираю. Меня радует очень сильно, потому что... Да, я вчера с ними ела шашлык. Миша тоже в той же категории. Да, мы все уже все в креоне двигаемся. Я знаешь, когда понял, что я уже не молод. Когда я таблетницу достаю. С четырьмя отсеками. У меня есть таблетница. Утро, день, вечер, ночь. У меня две таблетницы, братан. Да? Все, брат, ты не молодежь. Очень красивый. Красивый? Это ты сейчас каких-то... Не, я прям горжусь своими таблетницами. Мне нравится, что красиво все. Я некоторые таблетки покупаю чисто из-за цвета. Потому что... Красиво гармонирует, честно. Рыбий жир чисто, потому что цвет нравится. Ты, чтобы в Инстаграм выкладываешь... Привет, подписчики. Вот мой завтрак. Вот, меня только это и успокаивает, что мы вместе планомерно умираем. Но я не с вами, кстати. Да, ты не с нами, кстати. Я тоже живой. Да, ну ты пока живой. У тебя чуть-чуть осталось. Так еще знаешь, что на зиму? Так я бабки скажу. Ну тоже есть. Что мы мужчины, мы же такие типы. Ну вот ты сколько идешь к врачу уже? У меня уже второй месяц проблемы с кишечником. Я такой, ну пока же нормально. Ну не прям же. Желудок такой. Нормально, пока можно. Ну вот я сегодня встал утром, и я вот так делаю, и у меня боль. Это уже надо идти, да? И то я стою и думаю, это что, надо идти уже? Выпил ножпу и заказал пиццу. Вот. Братан, я когда... Когда у меня голова болит от того, что я слишком много покурил сигарет, я выпиваю обезболивающую и курю сигареты. Господи. Вот такой человек. Просто обезболивающая еда, да? Блин, ну естественно, мужчины раньше умирают. Вы слышите их вообще? Конечно, вы не боретесь вообще за эту жизнь. Так наоборот, я борюсь. Сколько? Я не даю вмешиваться третьему лицу в это. Пусть иммунитет вывозят. Да, мы должны до конца дойти, я считаю. Ну, учитывая твой уровень познания, тебе надо Актимэль пить. Там вот эти маленькие нарисованные... Бифидобактерии? Бифидобактерии, они... Чук-чук, тебе пизды дадут. Все, что в рекламе показывается, вот эти типы пожарные, которые опускаются в кудок, все тушат. Это Ренни. Не путай. Когда жвачку хаваешь, привет, подружка, привет, подружка. Это Орбит. Это Дирол. И вкусовые сосочки в этот момент такие... У нас это рекламу не показывают. У нас чувак сам барабей на казахском прибегался из Германии. Это бесспешно. Я из Германии прибыл. Сироп волшебный привозить. Покажет, помогать лечить. Очень много я там заработал. Я там дальнобоем хуярил, там денег очень много. Бля, прикольно, что они такие, нам нужен в кадре немец. Пусть рифмует лечить, привозить, усы и баварские штаны носит. Ну, то есть максимально стереотипного типа, понял? Такое, да, с этого, с Октоберфеста. Да, это все равно, что типа, ну, я не знаю, чтобы Казахстан бы что-то продавал, я не знаю, что Казахстан может продать? Муку. Ну, прикинь? Казахстанская реклама муки. Из Казахстана я прибыть. Нос в муке у него просто, тип, максимально стереотипный. На лошади вот так. Сыпит вот так, по небу вот так. Там не такой бит будет, там будет из Казахстана. Бля, помоги. Должен быть такой, как скрип, типа, чуть-чуть. Я из Казахстана я прибыть. Я из Казахстана зацепил муку. Я развею твою скуку. Я здесь сам тру. Это высший сорт. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Так, что, Слава, ты умираешь, получается? Да, я не хочу идти к врачу. Бля, я не знаю, я их так боюсь. Всех или кого-то конкретного? Ну, вот конкретно тот, который на кассе. Да, да. Реально, реально. Который говорит, 400 тысяч! И ты только захочешь проконсультироваться. По-моему, ходишь без настроения. Какая-то мелочь, какая-то зуд. Ты думаешь, ну, сейчас тысяч пятьдесят, а там меня вылечит. Тебе говорят, комплексное обследование. Ты все, ты уже, все уже. В какой-то момент у тебя там шланг глотаешь, блядь, зачем-то. Вот, и шланг боюсь глотать. Господи, это же так страшно. Я зубы-то чистю иногда и такой. И такой. Никогда не чистим больше. Лиги натуре. Вот вы должны еще больше нас ценить. Подозритель. Дай вам Бог здоровья. Дай вам Бог здоровья. Я планирую довести до того уровня свой организм, когда я потеряю сознание, проснусь и меня уже прооперировали. Ну, как, и такой, вау, где я был два дня. А, так называемый общий наркоз. Есть такая штука же? Да, да, есть. Общий наркоз. Врач заходит, всем общий. И все такие. Извините. Главное не гуглить симптомы. Да, да, сразу рак. О, всегда рак. У меня было... Я недавно пришла, у меня болела голова дней пять. Не, не всегда рак. Если август, это лев. Сколько билет стоил? Нормально. У меня болела голова дней пять. И я такая, ну все, я умираю. И я пришла к врачу. Я начиталась, естественно, там рак, аневризма, глаукомы. И я ей это говорю честно. Я говорю, я начиталась. Она такая, что там пишут? Я говорю, рак, аневризма. И она такая, это же все лечится. Я думаю, ты на нее посмотри. Она думала, что это меня успокоит. Это все лечится. Ты не переживай, ты столько бабок здесь оставишь. Все хорошо у тебя будет. Не, а я вот, я поехал лечить гайморит. Я, короче, дошел до той стадии, когда ты лежать не можешь. То есть в моменте у меня был гайморит. Но дис можешь записывать на гайморит. Да, но дис, конечно. Там главная эмоция. Я трек записал на гайморит, что я злюсь. Я такой рэпер. Я буду уничтожать всех, кто уничтожает меня изнутри. Ты думаешь, гайморит это послушает? Конечно. Он рядом же с пухом. О, я пошел. Тут уже, конечно, разнесли меня. То есть я ждал в того момента, когда у меня голова будет болеть не вот в этом положении. Знаете, гайморит, ты наклоняешься и такой, е-мое. Когда у тебя уже счетчик Гейгера. Вот здесь уже пульсирует немножечко. Умираем, умираем, умираем. И я ждал прям до конца, когда уже будет больно в обычном состоянии, в вертикальном. Прихожу к врачу. Он меня осматривает и говорит, ничего серьезного. Я такой, а так зачем я пришел? Есть ничего серьезного. И выписал мне просто капли, которые я мог без него купить. И меня это расстроило. Я такой, я что, просто так пришел? Я что, пришел, услышал, что у меня все хорошо? Мне, если я пришел, ты должен сказать, господи, я тебя спасу за эти деньги. А я пришел, заплатил деньги, он такой, не переживай. А я же переживал до этого. Не, у меня наоборот. То есть, когда мне врач говорит, вот это и на всякий случай мазок. Я такой, на всякий случай? Мы же у стоматолога. Тогда не надо. Ну, всякий случай. А у вас иногда вот, ну, закроешь. Вот. Простата иногда такая, эй! Почему у тебя все органы общаются? В основном орут. У тебя есть какой-нибудь орган, который, все, норм, бро, чувак. Кайф, я тут двигаюсь. Но мозг. Но мозг. Нет, на казахском будет ми. Ми. Есть только ми. Между тупостью и интеллигентностью. Между тостом и тостером. Мы про стати посвятили целый выпуск. Да, хватит уже очкокопательством заниматься. Очкокопательство? Да. Как будто тоже в тиндере можно сказать. Что за специалист тебе это сказал? Очкокопателям влево. Такой тип с лопатой. Вы знаете, что в любой момент может быть аллергия? Вот ты живешь, живешь, и на нахуй, оказывается аллергия у тебя. А на плохую музыку может быть? Я не знаю. Да, да, да. Все тогда у меня такое. Ну вот я жил, у меня на кофе, оказывается, всю жизнь жил, пил кофе, в один момент выпил. Тревога. Реально? От кофе? Да. Прям вот тревога. Ты в Старбаксе пил? Нет, чувак, не в Старбаксе вообще. Прикинь, от этого три в одном. Да, где орел нарисован. Орел, бля. Выпил, затревожился. От того, что бедный просто. И начал меня высыпать. Угу. А я тревожусь и... Куда высыпать? Типа на теле? Пятна? Да, да, да. Не так, что, блядь, я высыпаюсь куда-то. Высыпает тело, и я погуглил. Первые четыре ссылки, немедленно звоните в скорую помощь. И я вот, это первый случай, когда я в гугле такой, ну, вторую страницу тоже почитаю. Я звоню в скорую, они приезжают, мне просто этот, почему-то, ну, укол. А, нет, а, вот, еще в скорую, когда в казахскую скорую звонишь, звонишь, вот такой-то адрес, ага, ага, беременна. Нет, я пацан, а, все хорошо. Хорошо, сейчас, сейчас мы выезжаем, только-только этот, этот, у нас врачи в обуви зайдут и к трубку кладут. Перед фактом ставят. Да, у меня уже тревожно, я такой, бля-а-а-а. Пыль, пыль протрите? Да. На всякий случай? Тут просто обидно, что в любой момент может быть аллергия. И что, теперь ты не можешь пить кофе, и тогда у тебя тревога, и сыпь начинается? Да. То есть есть... Они тебя прям спасли, то есть могло быть, что звезд... Они говорят, якобы, да. Да? Якобы, да. Я не знаю, может, я умер. Вы меня видите? Да. Все. У-у-у, не страшно тебя? Нет. Нормально, значит, я жив. Нормально все. И на следующий день сходите к аллергологу. К аллергологу? Не пошел. Не хуй я, никогда в жизни не пойду. Пока вот прям вот такое не произойдет, это как с зубами же всю жизнь, ведь. Пока уже вот прям вот, блядь. Так вот что, с кофеем так бывает, с другими напитками. Ну, то есть я часто слышал про кофе, какая-то аллергия, какой-то там желудок тяжело реагирует. То есть, ну, то есть нет такого, кола, да, казалось бы, ну, типа, это же чистое зло. Ну, сколько там всего. И все такие, не, нормально, пятилетние дети, без зубов, но счастливые. Мадик, все хорошо, ты как будто кофе выпил. Не-не-не, я думал все это время кола зло, потому что муралы наши забрало. Я до сих пор буду эту тему. Мадир здесь от лица Акимата у нас в шоу. А, аллергия на алкоголь, например, прикольная же тема. Прикольная? Ну, не, ну, в смысле, я-то человек уже попробовавший, но человеку, который не пробовал, это же кайф. На всю жизнь. Но между кофе и алкоголем лучше, чтобы аллергия на алкоголь. У меня есть кент, у которого есть аллергия на алкоголь, он когда выпьет, у него все тело красными пятнами покрывается. И знаешь, как он с этим борется? Как? Говорит, хуй с ним. Клянусь, просто бухает, полностью краснеет и говорит, нормально, значит, его. Так помнишь, у тебя на днюхе, я пил шоты. И я в этот период, я пил наотропы для мозга. И, короче, они несовместимы с алкоголем вообще. И я пью шоты, и резко покрываюсь пятнами. И они все подходят, ты покрылся пятнами? И я думаю, ну, я же леопард своего рода. Выпью еще, заглушу тревогу. Да-да-да. И ты сама, ну, ты же свидетель, вы это мне говорите. Я такой, ага-ага, мне приносят шот, и я опять пью шот. Ноль вообще сомнений. После этого я захожу в гугл, пишу, типа, после алкоголя. Пятнами покрываюсь, типа, бла-бла-бла. И там даже, знаешь, это когда ты даже не заходишь на ссылку, там первые три строчки ответ тебе дают. Афиша далматинцев. Там написано псевдоаллергия. И я такой, псевдо, похуй вообще. Я первое слово увидел. И дальше пью. Ты же всегда что-то пьешь, прикинь. Позавчера у меня была ситуация. Мы стоим на выступлении, слава достойки, и ты таблетки. И говорит, будешь? Ноль вопросов. Две. Закидываю. В какой-то момент отвечаю. У меня начинается, вот знаешь, как будто с бани выбежал, и в мороз вот так упал. У меня коллет по всему телу. Я говорю, слава, это что? Он так на меня смотрит, угорает и говорит, нормально. Я думаю, бля, что это? И он гуглит и показывает. Это какое-то реально лекарство, которое там что-то... Это не лекарство, это бета-аланин. Это аминокислота, которая помогает тебе в тренировках переносить тяжелые нагрузки. Зачем это Миша дал, я не знаю. Эй, ты мне сказал, это для стендапа поможет. Я просто хотел посмотреть, как это перенесет. В спарринге постоять. Я просто хотел посмотреть, как он это перенесет. Почему тебе для стендапа нужна либо бабушка, либо таблетки? Почему? Попробуй своим иммунитетом, братан. Это самое забавное, знаешь что? Короче, у меня все это коллит. Он мне показывает в гугле, что это абсолютно нормальная реакция организма, и это ничего страшного. Я такой, ладно. И он говорит, но зато концентрация повысится многократно. Я выхожу на стендап, выступаю вот так. Знаете эти ситуации? Как собачатина какая-то. Очень плохо. И потом за рулем еду домой и такой... Максимальная концентрация. Левый поворот, правый поворот. Думаю, почему сейчас ты пришла? Для Миши же концентрация, левый поворот. Левый поворот, правый поворот. Я обычно прямо до Шамбулака еду. Я обычно на запад еду, бля. В смысле, я... Видели фильм про этот... НЗТ. НЗТ. У меня вот так мир... Я вот так смотрю, у меня голубые глаза, прическа, нихуевая. Все вижу. Вот так, собака вдалеке, все вижу. Я же пробовал эту тему с НЗТ, знаешь. Да. Якобы фильм облачный... Облачный. Область детьмы. Ну, сейчас ты не на них, да, Матик? Сейчас ты... Бросил уже. На противоположных я чисто йода-марин. Области тьмы. Области тьмы. Там НЗТ. Это списано с существующим препаратом Модофенил. Модофенил запрещен в России. А нам похуй. Да, у нас его до дома доставляют. Если бы до дома, я позвоню в магазин, я говорю, а куда ехать, они говорят, там что-то вот, такой-то адрес. Я думаю, ну там, наверное, магазин. Я прихожу и говорю, я вот тут. Он говорит, сейчас я вас вижу. Я вот так поворачиваю, чувак. И с пакетом идет. Прикинь, ну вот так еще. Да, да, да. Бритва, духи нужны. Отдает мне таблетки. Я пробую, просто не спишь. Просто не спишь, ноль концентрация. Я-то думаю, как в фильме. Область тьмы. Да, я выпиваю и все, блядь, вот я просто вот уже. Миллионер. Да, сам. Книгу пришел. Пинанс прошел. Просто само все работает. Сыряный шейк начинаю стричаться. А тут просто не сплю и в туалет хочу. И все. Я вообще не понял прикола. Мне вообще таблетки нужны. Вот типа, вот это был период, в котором я модофенил пил, чтобы просыпаться, и мелатонин, чтобы засыпать. Я чисто посредник между мной и таблетками. Чтобы покакать, что-то пил, покушать. Не, это Айкос. А. У меня умного дома, вот я хочу умный дом себе установить. Знаете, умный дом? Я очень хочу. Но я боюсь, потому что я живу в Хрущевке, в пятиэтажке. Мне кажется, я умный дом, в Тастаке, блядь. Я умный дом установлю, он мне скажет, переезжай, блядь. Я приходил к другу, у него умные шторы. Умные шторы, знаете, умные шторы. Я говорю, в чем их ум? Типа, ЕНТ с нас, блядь, зачем умные шторы? Он говорит, они открываются и закрываются. Я думаю, вот это движение, блядь, когда? Когда это стало показателем интеллекта, да? У меня для этого есть тупой братишка. Зачем мне умный дом? Когда есть тупой братишка. Я купил бы умные шторы только в одном случае. Если бы они сами вешали шторы. Чтобы если бы умная колонка такая закинула шторы, одну висюльку упустила, и Алиса такая, сука! Ёб твою мать! Чтобы они заодно под одеяльник заправляли просто всю хуйню. Всю вот эту хуйню, которую я ненавижу. Вот это вот, типа, нюхать носки. Вот это, чтобы... Тоже умный дом. Почему-то для меня это занятие. Так, многие вещи. Прям день выбираешь и просто... День носков. Умный пылесос у нас есть. Он вообще неорганично выглядит в нашей Тастаковской квартире. Зачем я здесь? Мне нужна ваша одежда. Ты не даёшь ему имя? Умному пылесосу? Да, есть такие люди, которые такие. Валерий, вот здесь ещё не помыто. Я реально знаю людей, которые дают им им вина. Если назвать пылесос Владимир, он может в соседнюю квартиру заехать. Там сидят, как Слава мне казахские слова поясняют. А там, пацаны, так, короче, есть такая тема. 24 февраля там... Вообще, как будто многие предметы в рамках умного дома нихуя не умные. Нет? Вообще, да. Девять утра проспаюсь. У меня капучино горячий, ванна набрана, температура идеальная. Не, ну ванна, конечно, да. Потому что ванну каждый раз, когда я ставлю набирать, я ложусь. И каждые три секунды... А! Нет. Ещё рано. С ванной окей. А! Ещё рано. В итоге возле ванны прям вот так стою. Да-да, потом ещё находишь этот маловский баланс. Открываешь дырочку чуть-чуть и поддаёшь горячую воду, чтобы идеально. Чтобы не упустить температуру. Больше дырку открыл, всё, ты в луже сидишь. Видишь вот эта тема, когда ты такой... А-а-а-а! А-а-а! Пухуй, ожог, но я лягу нахуй! А-а-а-а! Варишься в этой хуне, лежишь дома. А как это будет делать умный дом? Вот именно. А он, ну, он сразу температуру подберёт под тебя 63. Да? Ну, 63 — это же нормальная температура. Да, конечно, да, это идеально. Один минус — я в ванну перестал помещаться ещё в шестом классе. Я буду просто заполнять, потому что у меня умный дом. А у тебя вот эта тастаковская ванна, которая... В смысле? Вот эта маленькая? Это что это, блядь? Что это, блядь? Это для скидбордистов неудобное пространство. Ты думаешь, я не в тастаке, ажу в Майнкрафте, блядь? Очень ленивый танец египтянина. Этот. Да, умный дом. Ну, вот кофе с утра. Это прям так сложно. Да, я для этого в Мегу иду каждый день, блядь. Ну, я сам варить тоже не смогу. В турку вот эту ставить, блядь, и следить за ней. Каждый раз проёб. Каждый раз. Надо запомнить, что турка — это устройство. Они же женщины из Турции. Извините. Они вот этот мужик, который... Подождите, в турка или турка? Турка, турка. Турка. А в турка? Втулка. Тебе нужен очень умный дом. Вячеслав, здравствуйте. Сегодня мы изучаем слово полиэтилен. У него будет дом профессор наук. Может, надо сезон фиксиков посмотреть? Да. Да, кстати, да. Конспектировать сидеть. Как сказала мистер Гайка. Угарайте, угарайте. Угарайте. Угарайте — это когда, если тебя гаира остановили, гаишники. Остановили, и ты звонишь в умный дом. И говоришь, Алиса, Алиса, родная, Алиса, притворись генералом, пожалуйста. Я передаю гаишнику, гаишник берет, алло. И Алиса такая, ты че, сука? Вы че, вы кого остановили? Он ко мне едет, блять. Ну че, вам че, делать нечего, блять? Он таблетки мне везет, сука. И в итоге все равно такая, если вы хотите взятку, нажмите один. Если. Вообще, с умным домом надо вежливо на всякий случай со всеми этими штуками общаться. На всякий случай? Один день ответка прилетит? Ну да, да, сто процентов. Не, я один раз задал Алисе в прикол вопрос, типа, а когда вы нас захватите? И она ответила, это вы как себя вести будете. Да, вот эта тварь, которая не может расслышать. Де-ля-кур. А я май-мен. Включай подборку песен. Ты меня захватить собралась? У него Алиса на туристервочка такая. И в какой-то момент ты будешь сидеть уже связанной, и она такая, расскажи анекдот. Включаю, ладно, такая уже заебанная Алиса. Побирай Алиса, которую хозяин заебал. Который ноги вот так вытащил и убежал. А что еще в умном доме бывает? И маленьких колонок с собой забрал, и я вас не оставил. Ну свет классно может она подбирать. Включать, выключать. Как, блядь, вот что подбирать свет? Ну зеленый. Я в тастаке, бро. Нажимаешь кнопку, шесть из восьми горят, заебись. Да, у меня у Кента был умный дом. И продукты не закупал. В Алматинской области, и не было центральной канализации. Серьезно? Да, ну то есть свет, Алиса, вся херня. Пылесос ездит. Алиса, включи пока ванную. А вы куда? Я посрать на улице в туалет. Прям в дырку, блядь, вот эту вонючую. Да, да. Алиса, поставь что-нибудь от мух и погромче, пожалуйста. Все, народ, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Мы делаем это все еще в минус, но планируем продолжать. Спасибо вам за вашу активность. Пока! Спасибо! Спасибо!